видела очень длинная получилось подводим итоги сразу вот эту часть я ставлю в начало а не в конец стерн мошен один после двух лет эксплуатации катался он летом каждый день практически человек ездил на работу примерно 20 километров в день и по выходным он проезжал нам по 50 по 100 километров в таких путешествиях успев хорошим в чистом состоянии не гнилой ничего не ржавая передний втулка отличная рулевая отличная значит умерла каретка умерла трансмиссия то есть пошла под замену цепь кассеты и передние звезды были проблемы с настройкой заднего переключателя оказалась проблема в монетке потому что вот это вот пластмассовое изделие на переднем переключатель работает идеально в отличие от обычных шимановский да то есть этот шиман 800 серия работает обычно очень тяжело то есть например пальцем задавить здесь на удивление работает достаточно четко а вот правая монетка на 8 скорости на заднюю звезду пришлось ее поменять потому что она работала ну фиговенько очень фиговенько то есть пару звезд просто не скидывала и два дня на это пришлось потратить что найти эту причину то есть в целом что мы имеем передняя втулка хорошая задние под переборку износ трансмиссии больше двух тысяч велосипед проехал за два года износ цепей износ звезд нужно менять в принципе все то есть стандартная история как со всеми другими велосипедами это переборка задней втулки замена трансмиссии настройка тормозов задние колодки еще не стерлись им еще ну может быть полгодика покататься но летом надо будет их поменять точно передние колодки хорошем состоянии ну и там дополнительные работы были укоротили руль чуть-чуть подрезали рубашки и тросики чтобы под руль все было достаточно комфортно при такой разводки рубашки тросиков рама у нас не протерлась вообще нигде никаких царапин дефектов как вот обычно вот здесь вот бывает с магазина то есть вот это вот царапина это клиент до нас доехал с магазина вот так вот протерлась сейчас мы сделали все наоборот два года назад и вот за два года краска не повредилась вроде бы все я рассказал объяснил вот здесь что она будет следить теперь за затяжка штанов педалей подтягивать то что на металлические периодически их нужно подтягивать ну и дальше теперь смотрите все что я делал значит велосипед называется stern motion 1 на 27 колесах заднюю втулку вот я уже только что показал как я перебираю сейчас по передней втулке вообще нареканий никаких нет рулевой нареканий никаких нет тросики вот как мы поставили рама как вы видите не протирается нигде то есть тросики до сих пор комфортно и хорошо работать если что в этом месте тросик рубашка сломалась в принципе клиент сам починил изоленты все хорошо значит чем мы здесь будем делать мы будем руль укорачивать час на 5 сантиметров с каждой стороны потому что клиент он все-таки великоват оказался значит каретка я не думаю что надо менять каретку потому что с шатунами она крутилась отлично но без шатунов то есть маски там нет вообще крутится тяжело закусыванием сейчас я буду менять каретку и сделаю каретку чуть короче на пару миллиметров то что мы будем ставить стальные шатуны значит изначально наставили алюминиевые штуны и у нас здесь за два года за два года достаточно сильный износ то есть смотрим вот наш шатун и звезды которые работают в противофазе вот где тут у нас вот вот эти звезды видите очень острые то есть вот эти вот там 45 зубчиков это те звезды которые грубо говоря работают когда он нажимать на шатун с одной стороны соответственно с этой стороны тоже вот видите раз два три 4 5 6 вот эти звездочки работ все остальные зубья не участвуют практически в работе цепи в натяжении так далее то есть вот эти вот звезды которых привозь противофазе что она находится они имеют самый большой износ и к сожалению если мы сейчас поставим новую цепь то на этой на этих звездах цель будет проскакивать большие тоже у нас сильно изношены и по кассете видите да то есть вот на 1 катались на 2 катались на 3 4 на 5 на 6 и вот последние две не поезженные а эти все стерты полностью соответственно меняем сейчас кассету мы меняем цепь и мы меняем штуны алюминиевые штаны в два раза дороже чем стальные поэтому сейчас клиенту поставим стальные шатуны и связи с тем что и каретка хрустит и с тем что алюминиевые штаны они садятся намного плотнее на ось на вал каретки то есть они практически целиком я не знаю сейчас я попробую здесь вот это продемонстрировать видите да насколько глубоко то есть кстати велосипед мы собирали протянули очень хорошо то есть за два года что то мы никуда не делись не разбились посадочные места вот алюминиевый шатун садится очень глубоко на вал вот сюда вот то есть он надевается практически до самого конца остальной шатун надевается где-то на 2-3 миллиметра короче поэтому под стальной шатун каретка должна быть чуть чуть покороче длина вала чтобы у нас не изменилось расстояние звезд от рамы что переключатель было легче работать потому что переключатель передний отходит в бок и чем дальше звезды от рамы тем сложнее закидывать на большую звезду и также изменение перекос цепи наступает то есть если звезды будут слишком далеко от рамы находиться или слишком близко к раме то линия цепи будет неправильной поэтому надо сейчас будет подобрать каретку такую же как здесь только чуть-чуть на пару миллиметров покороче чтобы под стальные шатуны звезды сели более близко к раме также как и на алюминиевых вот то есть принципе все что еще надо будет тормоза поднастроить то что видите колодки уже немножечко постерлись клиент самостоятельно здесь подрегулировал но все равно плохо цепляет и передние тоже колодки настроить по передней втулке и по рулевой вообще пока износа нет никакого так вот примерно техобслуживание нам предстоит дело сегодня и шатунные каретка были хорошо надеты каретка смазана откручивается отлично смотрим что у нас внутри достаточно большое количество грязи и чашки поржавели то есть успеет у нас катался достаточно грязную погоду и внутри смотри сколько песочка опять у нас насыпалась давайте смотреть откуда теперь их у нас отверстий никаких нету у нас есть отверстие вот здесь вот грязь могла сочиться вдоль подседельного штыря и проникать внутрь больше никаких причин для появления грязи тут вроде бы нет и вот смотрите как мы делали крыло два года назад то есть грели феном чтобы мог выключатель передний полностью уходить вплотную кроме знаете какие зазорчики практически минимальные вот там вот то есть крыло не мешает переключать ли уходить а если бы мы так не подогнули то включать бы упирался в крыло и не скидывал бы на самую маленькую звездочку все сейчас я вот это все от мою обезжиривателем вычищу и будем ставить новую каретку каретка здесь у нас стояла мека длина 119 соответственно я поставлю каретку длиной примерно 117 миллиметр длина вала вот этого 117 миллиметров то есть вот за два года к сожалению таким количеством грязи все заржавело и подшипники сгнили грязь в каретку может попадать не только через вот это вот отверстие потому что когда вы хомутом сжимаете подсидельный столбик вот здесь она все равно отверстие остается она немножко шире чем сжатое место она может попадать также через отверстие для скрытой проводки и самое конечно основное видите где грязь то есть нижнее отверстие для грязной для внешней проводки все равно сюда видимо залетает и грязь попадает внутрь так я взял на 117 с половиной миллиметров то есть это получается на полтора миллиметра короче чем 119 сейчас я померяю посадочные места вот эти чтобы само расстояние от края вала до чашки было точно такое же только на чуть-чуть покороче чем у другой каретки и опять же все у тебя слышно все чистенькая и на силиконовую смазочку вот такую смазочку мы закручим эту каретку все новая каретка закручена с обоих сторон чашки затянуты крутится легко закусывание нет никаких каретка короче на полтора миллиметра сейчас я надену шатун надену колесо поставлю цепь все попробую настроить если на каретке правильно так и оставлю если на каретке будет неподходящие то соответственно может быть еще покороче подберу каретку так по длине цепи поставил такую интересную цепь с буквы пинами хорошего качества фирмы юбм видите цепь дряблая всего так сжимаешь она бьет по раме при том что нас на передней звезде достаточно далеко ролик отведен его бы еще вот так ослабить соответственно сейчас я укорочу цепь уберу звенья в 6 сразу чтобы натяжка цепи была хорошая чтобы пружинки хорошо натягивали цепь по длине каретки все стало замечательно то есть цепь стоит ровно но у нас традиционная проблема всех штампованных шатунов в одном месте они вот здесь вот чуть-чуть цепляет соответственно берем отвертку удар мы берем молоток и чуть-чуть начинаем или по сагубцами чуть-чуть звезды начинаем править это на всех на всех штунах даже на шиманских дорогих такое бывает на дешевых китайских тем более штаны стоит 800 рублей всего вот почти все готово осталось только все это настроить средний переключатель работает практически идеально чуть-чуть его поднастроил но уже немножко он закис пришлось смазывать все вот эти вот места где ходят оськи везде где есть движущиеся части задний переключатель тоже я смазан он какой-то такой совсем уже пружинка слабого совсем вялый сейчас мороз еще на улице я решил посмотреть тросик рубашки смотреть как рубашка заржавела и вышла наружу то есть вот пластиковый материал пластиковая рубашка это относительно до сих вот ворсинок металлических дает усадку вот за два года вот настолько она усадку дала а сам тросик здесь стоит хорошее расстояние ничего не про за не поржавела не окислил все очень даже замечательно сейчас все рубашки сниму подрежу буквально два три миллиметра шилом сделаю более такое большое отверстие и попробую настроить чтобы работал четко фарш чуть-чуть под закисает нет у него вот этой вот но мы сам по себе такой какой-то очень пружинка слабенькая и вот для сравнения вот это вот место куда попадала вода и грязь все тоже вышло и заржавела и здесь еще очень длинная рубашка вот с этой стороны здесь вообще ведь насколько вылез вот эта оплетка металлическая насколько вырезала совершенно метра на 3 то есть периодически надо подруга подрезать и рубашки и тросики потому что они сюда наружу выходят и мешают качественной работе монетки я решил проверить петух он сверху вниз как бы ровно смотрит а вот в этой плоскости он был вот так чуть-чуть развернут до бывали на долю миллиметра но все равно видимо ролик не попадал очень четко и все-таки механизм такой достаточно поезжий слегка очень туго отжимается сейчас я увесь сниму и смажу со всех сторон вот так выглядит начало февраля мастерской укоротил цепь максимально насколько вообще возможно то есть переключатель на самом маленькой звезде на сам большой звезде сзади уже достаточно сильно натянут убрал выкручил полностью винт помыл полностью переключатели весь его смазал вот эта пружина видите который вот здесь находится она его вот так вот не вытягивает то есть уже пружинка ослабла и не хватает натяжения именно вот в этом месте и за счет этого переключатель плохо скидывать то есть на больших звездах пока он на тянут он скидывает и где-то на 3 на 4 он немножко подзависает потом скидывает опять хорошо закидывает нормально есть проблема с этой пружиной хотя тут все уже промыл смазал прочистил к сожалению идеально настроить не получается переключатель уточню клиента устроит ли у такое качество переключения с небольшой задержкой скажем так если не устроит тогда конечно надо менять переключатель на переключаюсь для altus стоит там не знаю достаточно дорого 1000 на 2 может быть полторы то есть это не самый дешевый не вот этот глава алюминиевая несмотря на то что глава алюминиевый там три пружина все равно видимо грязь разъела и сожалению он должен быть вот так вот я вставлю он видите обратно возвращается то есть не хватает натяжение пружины чтобы вытягивать переключатель вот это положение хотя свободный ход есть задний тормоз настроил передний тормоз настроил осталось мне только вот шатун прикрутить и в принципе велосипед готов то есть как видите вот такие вот проблемы возникают спустя два года эксплуатации велосипедов stern в целом все очень неплохо но проблемки тоже есть не так быстро все это решается когда говорят что болгарка ровно не отрезать вот так вот это получается и наждачкой и на сначала напильником потом шкурочкой все шлифуется и руль можно укоротить и сделать это очень ровно обычной болгаркой вчера промучившись пол ночи я так не смог настроить переклюк и поставил такой китайский это на 7 скоростей а у нас 8 скоростей здесь на этом велосипеде переклюк на 7 скоростей китайский дешевый 100 400 рублей работает ну почти идеально по камере он не залипает ни вверх ни вниз а вот этот вот наш алтус смотрите вот такой чистенький идеальненький красивенький но к сожалению не работает я его помыл весь смазал все отлично вот эта пружина которая в россии она его не поджимает и к сожалению придется поменять сейчас попробую поставить вот так вот переключатель такой стоит 600 рублей у него алюминиевое тело длинная лапка и он должен по идее еще лучше цепь натягивать и четче работать продолжаем эпопея это самый дешевый переключатель не увидеть как пружина начал натянута в базовом положении он очень хорошо вытягивает тросик и это почему это важно сейчас я расскажу вот это переключатель здесь видимо пружина послабее когда она тоже сильно натянута он вытягивает тросик но не очень хорошо и смотрите какой результат то есть я поставил старый переклюк он цепь вообще не натягивает то есть цепь дряблая это новая цепь я поставлю ту которая вчера убрал звенье смотрю как она будет натянута все работает без настройки вообще все работает в чем была проблема вот монетка турне tx 800 серия она мне очень никогда не нравилось сразу скажу она какая-то вся пластмассовая она очень такого толстая здоровая и вот она вот так вот щелкает пластмассово и когда начинаешь скидывать вообще видите ничего не происходит никакого щелчка ничего никуда не сбрасывается вот она еле-еле как-то непонятно по ходу там внутри пластиковые звенья я пытался сейчас раскрутить но за пять минут меняет не получился эти два винта они ничего не держат этот винт я выкрутил этот выкрутил короче разобрать я не смог простым способом ведь она нифига не сбрасывает скорее всего либо там либо пыль либо грязь либо что-то еще набилось и короче она не сбрасывает вообще из-за этого переключатели не могут вытянуть только самый дешевый переклюк самой мощной пружиной более-менее работал нормально адекватно кстати и вытягивал тросик и соответственно то есть наверх что у меня все переключатели работают наверх все звезды закидываются а вот вниз переключатель пружина силы не хватает протянуть тросик и вот с этой монеткой короче ничего не получается настроить поста самую дешевую китайскую монетку как она щелкает все по щелчку здесь работает все на всех переключателях и на сам дешевым и на среднем и вот на старом алтусе все замечательно заработала то есть я грешил на переклюк на переклюк конечно же тут пружинка слабовата то есть видите она не вытягивает к сожалению цепь но этому переключателю этой пружине хватает силы вытягивать тросик у нормальной монетки которая хорошо тросик отдает так что вот так вот потратил я короче два дня на выяснение вот этой вот причины не следующий раз соответственно будем знать что если вот такие вот пластмассовые штуки которые видите вот она ведь все залипла то есть дальше она не отдает натянуть я могу а скинуть она какие-то скидывает еще вот она на пятерки на шестерки залипает а у нас как раз была проблема с третьей четвертой все сейчас тогда монетку поменяю попробую еще цепь более короткую сюда поставить которая вчера убрал то что видите здесь звенья такие вот которые нельзя обратно заклепывать то есть она усиленная такая прочная цепочка хорошая но я вчера убрал звенье поэтому сейчас сегодня экспериментирую с новой цепью сейчас поставлю старую и попробую дальше настроить ну и руль я отпилил он стал немножко покороче